Здравствуйте! С вами Исмогул Фазамат. В эфире Atomicen Business Channel. Программа в курсе. Лидером роста стали бумаги Банка Центр Кредит, которые повысили в цене на 5,69% до 304 тенге 39 тенге. Акции торгуются вблизи локальных вершин. Рост сопровождается повышенными объемами, благодаря которым акция возглавила недельный и месячный рейтинг наиболее ликвидных долевых ценных бумаг. Похоже, что рост акций не подкреплен фундаментальными факторами и, возможно, связан с высокой активностью стратегических покупателей. Наибольшее снижение после субботнего роста демонстрируют акции KSL, которые подешевели на 1,78% до 1659 тенге. Снижение связано с возвращением цены к ранее торгуемым значениям. Тем временем, акции Банка Астаны продолжают двигаться в рамках нисходящего канала, снизившись до минимальных значений с 17 октября 2017 года. По итогам торгов долевые бумаги Банка опустились в цене на 1,43% до 1175 тенге. Сегодня Акимат города Алматы разместил двухлетние облигации на сумму 2 млрд тенге под 0,35% годовых. Покупателем выступило юридическое лицо. Национальный банк принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с коридором плюс-минус 1%. Годовая инфляция продолжает замедляться внутри целевого коридора на 2018 год. Инфляционные ожидания демонстрируют тенденцию на снижение, говорится в сообщении Нацбанка. При этом на краскосрочном горизонте, по мнению регулятора, существуют риски выхода годовой инфляции за нижнюю границу коридора 5-7%. Однако в среднесрочной перспективе инфляция зафиксируется внутри нового целевого коридора 4-6% на 2019 год. Отмечу, что по итогам февральского опроса эксперты Ассоциации финансистов Казахстана не ожидали снижения базовой ставки. Сегодня ставки денежного рынка не показали единой динамики. Доходность операции РИПО с государственными ценными бумагами сроком на один день повысилась на 3 базисных пункта до 8,79% годовых. Доходность однодневных своп-операций с долларом США снизилась напротив на 4 базисных пункта, остановившись на отметке 9,08% годовых. Нацбанк разместил вне биржи семидневные ноты на сумму 313,5 млрд тенге. Доходность по ним составила 8,78% годовых. Спрос на ноты был удовлетворен полностью. Среднеизвешенный курс доллара США снизился на 94 тиин до 321 тенге, 26 тиин. Объем торгов по сравнению с субботой вырос в 8 раз до 129 млн долларов. Курс тенге неожиданно прервал трехдневную череду ослабления, вызванной снижением спроса на национальную валюту на фоне окончания налогового периода. Тем временем, российский рубль к моменту закрытия валютной секции на косе снижается против доллара на 0,4%, торгуясь выше 57 рублей за доллар. Курс рубля на косе снизился до 5 тенге 65 тиин. Объем торгов сегодня достиг 35 млн рублей. Курс евро остановился на уровне 396 тенге при объеме 150 тысяч евро. Курс китайского юаня с расчетами на завтра достиг 50 тенге 70 тиин при объеме торгов 1 млн 200 тысяч юаней. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии. Продолжение следует... Продолжение следует...